А начиналось все с восстановления одного лишь родника. Крупный общественный деятель, заслуженный юрист России, советник председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации Владимир Николаевич Исайчев рассказывает, как он стал инициатором всероссийского движения «Возвращение к истокам», уроженец деревни Сартакова. Именно по его инициативе в 2004 году здесь стали восстанавливать небольшой местный родник. Здесь из револю находился родник, который затем был заброшен. И когда я сюда приехал, у меня защемило сердце от того, в чём виноват этот источник. Вот видите, сегодня уже такой начинается источник. У нас создан очень хороший Владимирский православный духовно-культурный центр в селе Сартакова. Уже несколько лет Сартакова – одно из любимейших мест отдыха нижегородцев. О том, как живёт деревня сегодня, о том, какие ещё святые источники есть в одном только Богородском районе нашего региона, какие храмы в районе также восстановлены, а какие ещё ждут своего возрождения – обо всём этом можно узнать из новой книги Владимира Николаевича «Духовные святыни Богородского берёзополья». На её презентацию пришли сотни нижегородцев. Метрополия, конечно же, поддерживает, потому что он желает донести всё самое светлое всем также, кто любит этот край. Среди первых читателей новой книги – прихожане из Сартаковского храма в честь святого князя Владимира, деятели культуры, священнослужители. Творение Владимира Николаевича они называют своего рода путеводителем для всех жителей региона по святым местам Богородского района. Для каждого молодого человека, и не только для молодого, это будет путеводитель нашего района. Я надеюсь, что мы эту книгу каждую в школу, в библиотеку подарим. На страницах стихи Владимира Исайчева, информация о храмах и святынях. А ещё здесь много красивых фоторабот. Вообще, эта книга о красоте нашей природы, наших родников, наших храмов. Тираж этой книги – 500 экземпляров. Они разошлись за считанные часы, и, скорее всего, книга будет выпущена ещё и дополнительным тиражом. Наталья Лисова, Алексей Завылов из Сартакова Богородского района. Объективно. ННТВ.